Алексей, а что произошло у нас с Польшей? У вас есть чёткое понимание? У меня есть приблизительное понимание. Зерно, которое должно было идти в Европу и продаваться через порты, наши оградельцы, товарищи, решили сбросить в Польшу немножко. Чего не продать? Избыток же зерна, потому что россияне уничтожают места хранения, и его просто негде хранить, и оно просто пропадёт, и сбросить хоть по каким-то ценам. Они не удержались провести это зерно через транспортные коридоры, немножко решили поторговать в Польше, раз уже оно там, и по демпингу ценам. Основой в Польше 15 числа парламентский выбор. Основой там борется коалиция леволиберальная, скажем так, с правоцентристами в виде ПИС и правящей партии. И фермеры польские, основа электората ПИС. И тут начинается демпинг по зерну. Поляки же хотят продать польской ферме свое зерно. Для них это катастрофа, а для ПИС это политическая катастрофа, потому что они подрывают своего производителя. Заметьте, что эта ситуация и в Словакии, и Дефицца победил. И в Румынии, и в Венгрии все дружненько жаловались, и все дружно против ЕС, государства выступили против ЕС, вводя запреты на поставку украинского зерна. Несмотря на то, что ЕС сказал, что это неправильно, и согласно соглашению между ЕС и Украина, нельзя вводить. Ситуация там настолько критическая для них, что они начали вводить. Мы начали сбрасывать по бросовым ценам это зерно. И поляки начали возражать. А когда они начали возражать, на фоне парламентской борьбы, они уже закусили у дела, и пошла волынская трагедия, неуважение к польскому народу, Украина развернулась к Германии. Я общался с поляками в этой поездке, причем с такими очень серьезными представителями высшего польского руководства, скажем так, военно-политического. И они тоже не вполне адекватно оценивают ситуацию. То есть здесь оба хороши. И мы, и они. Но все-таки началом стало дементирование нас по зерну. А это означает, очень простую вещь, что ради интереса в нескольких крупных производителей и посредников. Мы подорвали отношения, в нулевую точку их загнали, как сами поляки говорят, с нашим ключевым союзником, от которого вообще зависит тотально наше выживание. Вообще, это действие похоже на государственную измену для меня. Когда ради своего шкурного кармана ставятся, подрываются стратегические и исторические интересы страны. Как их квалифицировать иначе, я не знаю. На уровне риторики, на уровне юриспруденции, там понятно, надо будет смотреть, и готовы ли мы к такому пересмотру, не знаю. Но на уровне публицистики я свою оценку дал. Ну и польская сторона тоже. Ах, вы развернулись стратегически в сторону Германии. Но вам не нужно это делать. Польша вам более близкий союзник. Какая нахрен Германия? Если мы тотально неэффективны во внешней политике, и у нас вместо внешней политики системные отдельные рывки, или пиар-рывки, то о чем мы говорим, о каком системном развороте в сторону Германии? Я говорю, не бывает. Я с ними общаюсь, говорю, ребята, вы не туда поехали. Не бывает такого, что с Израилем испортили отношения, с США испортили отношения, с Британией испортили отношения, с поляками испортили отношения, а с Германией наладили системные отношения. Это когда не работает. Или ты умеешь налаживать отношения, тогда у тебя со всеми хорошие. Или там с кем надо хорошее, а с врагами принципиально системно плохие. Либо... Поляки, которые приютили миллионы украинцев, которые так нам помогли испортить отношения с Польшей, это надо, конечно, уметь. Вот. Это очень дурная история. У нас, конечно, комментаторы такие, которые близкие к тем, кто портил отношения, рассказывают, что это ладно, сейчас выборы пройдут, мы все наладим. Но мне так не кажется. После общения с представителями поляков, и, как вчера сказал польское руководство, после экспертов, после того, что вчера заявил министр настранных дел Польши, или министерство, кто-то из министерства, что отношения находятся на самой нижней точке, и нужны колоссальные усилия, чтобы их исправить. Это вот оценка с польской стороны. Как бы, да. И нет системной политики в Украине внешней. Мы так ей всегда гордились, но красивые харизматические выступления, они хороши вначале, они сыграли свою большую роль. Они дали сочувствие Украине и большой символический капитал. Но уже прошло это время. Как можно было не заметить, что эта фаза прошла полгода назад? Я не знаю. Надо было очень сильно стараться. Потому что давно уже системная политика, давно уже калькулятор. Как вы думаете, если бы... Вот румынская сторона, например, она готова очень плотно инвестировать в Украину, в нашу совместную инфраструктуру, и стать такой новой Польшей для Украины. И новой Польшей в Россию. Потому что, например, очень много логистики и инфраструктуры идет... Вернее, логистики идет через Румынию. А там это все на паромной переправе, которую недавно бомбили. И все это как бы очень... Там есть вопросы строительства моста, для которого давно все готово. Только деньги бери, трать, строй. И все. И эти деньги дает группа Интермариум и так далее. Румыны говорят, вы что творите? Вы выпускаете исторические возможности, не то, что стратегические. Почему никого нет? Почему с нами никто не разговаривает над этим? Мы все уже давно готовы. Мы все уже пролобировали. Чертежи уже готовы. Бляха, давайте строим. И так далее. Там колоссальные возможности. Я сейчас объясню свою точку зрения. Там колоссальные возможности по капитализации. Только Интермариум дает, Союз Трехмариум. Колоссальные возможности по капитализации территории. Просто зарабатывание огромных денег нами и ближайшими нашими соседями. А эта война показала, что надеяться можно в вот этой 30-летней мировой войне, которая наступила условно новой в мире. Возможно только... Они гораздо более надежно надеются на ближайших соседей, которые, имея, знают, что такое Россия, были под оккупацией. И им ничего не надо объяснять, какую опасность она представляет. Они в нас инвестируют, потому что о себе беспокоятся. Поляки прямо это говорят. Мы вас поддержим. Давайте дойдем уже до дна цинизма. Они говорят, мы вас поддержим, потому что понимают, что пока вы сражаетесь, не гибнет ни один польский солдат, ни один польский гражданин. И Польше не приходится откатываться на половину, отдавая половину территории, как у них было в планах обнародованных под предвыборную как раз. И румыны понимают, все понимают. Так вот, третье направление, это прошиться очень плотными связями, своими соседями, прямыми связями, деньгами инвестированными туда. Потому что ни Румыния, ни Польша, ни одна страна, а это страны ЕС и НАТО, заметьте, не позволят безнаказанно бомбить их деньги, которые они вложили сюда. Не позволят. Это просто калькулятор. Ни сантименты, ни рассказы про варваров и Европу, ни там, значит, все эти треск про ценности идеалы, которые, конечно же, хорошо, ла-ла-ла, но он работает ограниченно сейчас. А тупо калькулятор. Там русские хотят полить наши деньги сейчас. Жечь. Ну, так давайте, наверное, ПВО поставим. И так далее. Поэтому Украине, чтобы она себя защищала. И вот это третье направление. Нужно положить калькулятор между нами, посчитать, инвестировать, сделать так, чтобы им невыгодно было, чтобы русские здесь бомбили все просто в деньгах, невыгодно в их собственных. Они к этому готовы, они это понимают. Румыния была одной из первых государств, которая согласилась дать нам их 16. Вернее, подготовить наших пилотников. А чего, ради спрашиваются. Они раньше поляков согласились. Потому что они понимают перспективу, заинтересованность в деньгах, понимают. И в безопасности, понимают. Безопасность Черного моря, Черноморского и так далее. Безопасность своего экспорта и импорта. Безопасность приграничной торговле. И они хотят это защитить. Они просто считают. А мы не считаем. Почему мы не считаем? Потому что, первое, качество управленческих элит очень низко. До сих пор вы считаете? До сих пор. Они ничему не научились. Очень многие чиновники государственной высшего уровня давно исчерпали предел компетенции. Давно исчерпали. Они ничему уже не могут научиться. И, кроме того, они в силу там человеческих качеств. В силу того, им еще одна причина, им, мягко говоря, некогда учиться. Они все завязли в операционке, которая организована очень бестолково, потому что в Украине во власти, да и в обществе система отношений феодальная 17 века. Мы выше не поднялись. Вот в временах Медницкого. И когда идет клановая борьба, да еще борьба за карман, ожидая, что у нас вдруг появятся европейские образованные мыслящие по-западному управленцы эффективные, это было бы очень непросто. Я еще раз повторюсь, большинство госчиновников самого высокого уровня, выше некуда, исчерпали предел компетенции. Ждать от них ничего уже не следует. Где ехали, там и будем ехать. И они теряют колоссальные возможности. Одни теряют колоссальные возможности, другие разворовывают колоссальные возможности. И ситуация крайне сложная. Крайне сложная в этом отношении. Нужны системные перемены. Если мы к ним не приступим, никаких гарантий в отношении войны нет. Если мы так дальше будем продолжать. Поэтому американцы бьют во все колокола. Запад бьет. Немедленно начинаете антикоррупционную борьбу. Немедленно принимаете институциональные реформы, которые изменят ситуацию к лучшему. Даже при этом уровне чиновников. Если уж не хотите брать новые, где-то менять и так далее. Ну хорошо, начинаем антикоррупционную борьбу. Я считаю, что уже, конечно, подвижки какие-то есть. Потому что когда задерживают на взятке 3 миллиона долларов представители Верховного суда, это серьезно. И недавнее задержание мэра Сум, тоже особо одаренный человек, берет взятки лично по 2 миллиона гривен. Просто. То какая-то борьба уже идет. Смотрите, есть же борьба, Дмитрий, есть же борьба, когда персонали атакуются, а есть, когда устраняются причины коррупции. Понимаю. Понимаю, конечно. У нас персонали находятся в такой системе отношений и при таком нормативно-правовом обеспечении, что только дурак не будет брать деньги, потому что они сами лепнут к рукам. Понимаете. Когда очень плохое администрирование тех же налогов, то, чтобы продраться сквозь это администрирование, ну проще заплатить бизнесмену, чем пытаться все это свести с конца и концами. Поэтому они специально так устроены. Нам нужно менять на уровне парламента.